К детективам, особенно если их написала женщина, многие читатели относятся с предубеждением. Основными претензиями являются банальный сюжет и чрезмерное количество мыльных подробностей. Как и у всех, у них есть более или менее удачные книги, но среди их романов несовменно есть достойные вашего внимания. Александра Маринина. Настоящее имя — Алексеева Марина Анатольевна. Она одна из первых авторов женских детективов, появившихся на отечественном рынке. Самые удачные её детективы — самые первые. Детективная составляющая здесь на высоте. О слащавости свойствамом и речи нет. Здесь скорее отпугивает суховатый академический слог изложения. Не всем подходит такая манера. Но с точки зрения детективной линии претензий к автору нет. Александра Маринина создала множество увлекательных произведений, но чаще всего её имя связывают с воплощением к киноэкране образом детектива Насти Каменской. В самый первый раз этот персонаж появился в романе «Стечение обстоятельств» ещё в конце 90-х. Затем последовала целая череда книг о Каменской, среди которых наиболее заметны «Стилист» и «Украденный сон». Елена Михалкова. Родилась в Нижнем Новгороде, сейчас живёт в Москве. По образованию юрист. Несколько лет после окончания института работала по специальности, в том числе в милиции. Затем занималась сценариями для детских передач. Детективы начала писать на спор с мужем. Постепенно хобби стало её профессией. Издаётся с 2007 года. О себе говорит, что любит читать детективы и не любит женские романы. Очень уважает мисс Марпл, Нира Вульфа и отца Брауна. В сюжетах почти всегда использует несколько линий, в итоге связывая их в одно целое. Отлично знает подноготную криминального мира. Её детективные драмы держат в напряжении до последней точки. В них каждый герой, даже второстепенный, обладает собственной историей, которая вызывает не меньший интерес, чем основная сюжетная линия. Создавая свои произведения, умело нагнетает чувство опасности и ожидания ещё не произошедшего драматического события. В её книгах нет хороших или плохих людей, зато у каждого персонажа есть свой скелет в шкафу. Угадать заранее, кто окажется злодеем, а кто невинной жертвой, невозможно. Совокупный тираж её книг составляет более 5 миллионов экземпляров. Елену Михалкову часто называют «российской агатой крестью». А вот с чего начать знакомство. Можно почитать «Время собирать камни», «Восемь бусин на одной ниточке», «Золушка и дракон», «Мазный эндшпиль». Елена Топильская с юности хотела стать следователем. Правда, в школу милиции не попала. Тогда женщин туда не брали. И после получения школьного аттестата она поступила на вечернее отделение юридического факультета Ленинградского государственного университета. Параллельно Елена работала секретарём в суде. Во время учёбы Топильская проходила стажировку в следственном отделе. Тогда она и представить не могла, что задержится там на 17 лет. В конце 90-х годов прошла курс по правам человека в Великобритании. Оставила следствие и стала адвокатом. Была награждена за успех защиты по уголовным делам. Занималась и педагогической деятельностью. Была профессором кафедры уголовно-правовых дисциплин северо-западного филиала Российской академии правосудия. В тот же период Елена Топильская начала писать детективные романы, главной героиней которых стала Маша Швецова. Сюжет для первой книги подсказала сама жизнь. И эта история была устрашающей. Когда Топильская работала адвокатом, её начал преследовать маньяк. Он увидел её фотографию в журнале и приехал к ней с угрозами. Благодаря старым знакомым Елены из уголовного розыска его удалось быстро задержать и обезвредить. А женщина по горячим следам этой истории написала свой первый роман. Известный сериал «Тайны следствия», который уже 20 лет мелькает на экранах, снят по романам Елены. Во всяком случае, первый сезон. Книжная Мария Швецова отличается от своей телевизионной версии и, надо сказать, располагает к себе значительно больше. Детективы Топильской запоминаются комбинацией отличной детективной интриги, запутанной и увлекательной личной жизни героев и реалистичность происходящего, сдобренная житейским юмором. Что почитать у Топильской? Ход с дамой пик, героев не убивают, ловушка для бандитов, овечья шкура. Виктория Платова родилась в Николаеве, училась в Москве, живет и пишет в Петербурге. Географический путь Виктории Платовой непрост. Что не скажешь о литературном. Писать и сразу в детективном жанре, который как будто и придуман для нее. А начала около 30 лет. Дебютная книга «В тихом омуте», выпущенная в 1998 году, попала в топ самых популярных романов своего направления. Последующие творения повторяли успех. Сегодня книги Платова издаются на разных языках. Их любят читатели Нидерландов, Венгрии, Болгарии, Эстонии, Германии и Польши. Больше 10 произведений автора были экранизированы. Наверное, такой успех у кинематографов не случайен. Ведь Виктория Платова – дипломированный сценарист, выпускница в ГИКО. Поэтому из изящных и остросюжетных книг получаются не менее увлекательные сериалы. В создании некоторых, кстати, писательница сама принимает участие. Например, для «Охоты на Золушку» с рожеволосой Амалией Мордвиновой в главной роли, которая появилась сразу из трёх романов, помогла писать сценарий. Очень атмосферные и качественные детективы, но, к сожалению, только ранние произведения. В последних книгах автор решила приправить повествование мистикой, что вышло у неё не очень удачно. А с чего же начать знакомство? Это могут быть книги «Купель дьявола», «Битвы божьих коровок», «Хрустальная ловушка», «Победный ветер», «Ясный день». Анна Малышева родилась в Караганде в семье учёных. Окончила литературный институт имени Горького в 1997 году. А с 1995 года работает в жанре остросюжетной прозы, издаёт детективные, историко-авантюрные романы. С 1997 года член Союза писателей России. В 2000-м Малышева выпустила три романа «Западня», «Имя смерть» и «Любовники по наследству». Все три книги стали хитами. Их покупали тысячи россиян, читали в метро, в кафе и на улицах. Спустя год Малышева опубликовала новое произведение «Страх перед страхом», которое тоже получило положительные отклики. Сюжет основан на истории матери, потерявшей дочь и обнаружившей фото, проливающие свет на прошлое её ребёнка. Очередным литературным хитом писательницы стал роман «Привидения являются в полдень». В центре сюжета девушка Екатерина, школьные подруги которой погибают одна за другой. Героине приходится не только расследовать убийство, но и решать проблемы в личной жизни. 2023 год ознаменовался выходом книги «Солнце восемь минут назад», которая продолжила серию о реставраторе Александре Корзухиной. Героине снова пришлось оказаться в водовороте опасных приключений, увлёкших преданных читателей. Книги Анны Витальевны представляют собой смесь детектива и психологической драмы. Следить за развитием событий в её детективах интересно. Сюжет выстроен неплохо, держит в напряжении до конца. Диалоги не затянуты. Герои живые и адекватные. Психологическая составляющая её книг чрезмерная. Татьяна Витальевна Устинова. Российский литератор, автор детективных произведений, телеведущая. Критики ценят её за лёгкий слог и чувство стиля. Читатели обожают задушевность и увлекательные сюжеты. Писательница признаётся, что считает себя графоманом в хорошем смысле этого слова и в творчестве всегда придерживается главного кредо — «Завершить любую книгу хэппи-эндом». Когда за пять недель был написан роман «Персональный ангел», Устинова ни на что особо не надеялась, взяла телефонный справочник, где нашла список издательств. Позвонила в самое последнее, Эксмо, и её рукопись взяли, спросив заодно, нет ли ещё чего-нибудь. Начинающая писательница, не веря в счастье, бодро ответила, что книга, конечно, есть. За следующие 27 недель она написала «Хронику гнусных времён». Татьяна Полякова. Настоящее имя Татьяны Викторовны Роганова. Российская писательница, сценаристка, автор произведений в жанре «Авантюрный детектив». Главная героиня романов Поляковой — женщина современная, умная, разноплановая. Но главное её достоинство — это наличие духа авантюризма и неискоренимого оптимизма. Читатели отмечали талант автора увлечь, заинтриговать с первых страниц и до самого конца держать в напряжении. Татьяна Владимировна публиковала в среднем четыре произведения в год. Работала создательством Эксмо. Часть «Детективных авантюр» собрана в отдельные серии. «Таинственная четвёрка», «Анфиса и Женька с сыщицей по неволе», Ольга Рязанцева, дама для особых поручений. Приглашаем всех желающих окунуться в увлекательный и загадочный мир детективного романа. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok